Рада приветствовать вас на своем канале. Давайте вместе с вами приготовим нежнейший шоколадный тортик. Для начала нужно испечь бисквит. В чашу соединяю все сухие ингредиенты. Мука, разрыхлитель, соль, какао. Сюда же отправляю сахар. Теперь беру отдельную чашу и в ней будут соединять все жидкие ингредиенты. Яйцо, масло растительное, масло сливочное заранее растопила в микроволновой печи. Сюда же отправляю молоко. Все хорошо перемешиваю венчиком, не миксером. И сюда сейчас буду просеивать все сухие ингредиенты. Вместе с сахаром у меня все хорошо просеивается. Пока замешиваю тесто, разогреваю духовку до 170 градусов. И еще подготовила заранее кольцо диаметром 16 сантиметров. Понадобится всего лишь одно кольцо. Данный бисквит универсальный, он подойдет для разных десертов. На моем канале уже есть рецепт шоколадного бисквита, которым я постоянно пользуюсь. Но когда я попробовала этот рецепт, ну уж очень мне он понравился, буду и дальше готовить из него разные десерты. Отправляем тесто в кольцо и убираем в духовочку на 40-45 минут. Проверяем деревянной палочкой. Если она сухая, то значит бисквит готов. Все, убираю фольгу и аккуратненько ножом прохожусь по краю кольца, чтобы не повредив бисквит, извлечь его из кольца. Вот такой классный бисквит получился. Посмотрите, как раз на два коржа. Бисквит получается нежнейший, он уже постоял у меня, остыл. Верхушечку я срезаю и убираю его пока в сторону. Перехожу к муссу. В холодной воде замачиваю желатин и убираю пока что в стороночку. Перехожу к сливкам. Сливки наливаю в сотейник и нагреваю, но не кипячу. К сливкам отправляю темный шоколад. Шоколад у меня в калетах, кондитерский. Его я тоже немного в микроволновой печи растопила, так как он у меня стоял в холодильнике. Хоть и говорят, что нельзя хранить шоколад в холодильнике, но у меня с ним абсолютно ничего не произошло. Растопила его немножечко, чтобы он лучше соединился со сливками. И теперь погружным блендером немного поработаю. Если вы попробуете этот рецепт, обязательно поделитесь своим впечатлением в комментариях. Такой тортик, я думаю, понравится каждому. Теперь сюда нужно добавить сметану. Сметана у меня холодная, поэтому сразу ее добавлять я ее не буду в общую массу. Сначала я добавляю в нее немного шоколада теплого со сливками. Перемешиваю, а далее уже отправляю в общую массу, чтобы сметана не свернулась. Все хорошо перемешиваю. И теперь нужно растопить желатин и отправить его сюда же. Когда я все хорошо объединила, возвращаюсь обратно к бисквиту. Бисквит нужно разрезать на две равные части. Делаю я это при помощи струны. Разрезаю на два коржа. И пора собирать наш тортик. В том же самом кольце диаметром 16 см, обвернутый в отстантную пленку. Сначала выкладываю бисквит, далее пропитываю его. Пропитка в данном случае у меня вода с сахаром. Пропитываю хорошо и вливаю пол части мусса. Мусс разделила на две равные части. Вливаю сначала половину, убираю в морозилку минут на 20. Со второй половины проделываю то же самое. Сначала выкладываю бисквит, пропитываю его и вливаю оставшуюся часть мусса. Убираю минут на 20 в морозилку. После чего тортик готов. Так легко и быстро мы приготовили такой шикарный торт. Решила его украсить шоколадной стружкой. Пора разрезать, смотреть какой он на разрезе получился. Посмотрите какой он нежный. Как легко он плавно режется. А какой он красиво получился и аппетитный. Так и хочется поскорее его съесть. Всем советую попробовать этот рецепт. Дети в восторге. И да, не забудьте оценить его и подписывайтесь на мой канал. Практически каждый день на моем канале выходят разные рецепты. И все они очень классные.